В этом году в Акмольнской области реализация проекта Аул Ельбесэгэ началась в трех опорных селах. Это поселки Зеринда, Шалы и Астраханка, являющиеся районными центрами. Посмотреть, насколько изменилась жизнь в этих населенных пунктах, мы решили на примере села Зеринда, расположенного в 50 километрах от Кокчетау. Село является одной из туристических зон области. В нем проживает больше 7,5 тысяч жителей. Здесь на суммы более 1,2 млрд тенге реализуется 10 проектов. Основной упор сделан на развитие транспортной инфраструктуры. На 9 улицах населенного пункта проведен средний ремонт дорожного полотна и реконструкция дороги, ведущей в курортную зону. Проведены работы по новой укладке нового асфальта. С двух сторон новый идет тротуар. Помимо этого новые знаки, колесоотбойный брус, ограждение, примыкание к Адбасарской трассе. Кроме этого, по улице ставились выполнены работы подъезды к домам, ливневая канализация. Новым асфальтом в этом году удалось покрыть 26 километров внутрипоселковых дорог. Это почти 30% от всей протяженности уличной сети. Для удобства местных жителей и гостей курортного края в селе проложили больше 4 километров тротуара. Стало лучше. Раньше были обычные дороги. Где-то был асфальт, тротуаров не было. Но стало веселее, стало ходить интереснее по улице. Больше можно гулять, тротуары везде. Помимо дорог, программа «Аул Ельбе-Сегэ» позволила обновить и объекты культуры села Зеринда. На капитальный ремонт только местного ДК было направлено порядка 60 миллионов тенге. Полностью была заменена кровля здания, инженерные сети, система отопления. Отремонтированный спортзал, уже больше 10 лет находившийся в плачевном состоянии. Полностью введен в канализационные сети, водопроводные сети спортивного зала. То есть на протяжении нескольких лет спортзал функционировал не на полном объеме, так как ни душевые, ни санитарные комнаты здесь не работало. С начала 2020 года мы планируем уже в полном объеме проводить секционные работы в спортивный зала. Проекты по модернизации сельской инфраструктуры также реализуются и в других районах области. Например, в селе Ашалы строится новый спортивный комплекс, включающий в себя современный бассейн. А в селе Страханка возводят новую котельную на сумму более 800 миллионов тенге. Как уверяют местные власти, с годами количество населенных пунктов, которые попадут под действие программы АУЛ Ельбесы Гэ, будет только увеличиваться. Идут работы по увеличению финансирования, что дополнительно еще будут выделены в 2020 году, при уточнении республиканского бюджета, сумму более 27 миллиардов. Плюс к ним будет софинансирование с местного бюджета в сумме 1,2. Здесь мы тоже охватим ряд крупных населенных пунктов, перспективных, опорных населенных пунктов и спутниковых. На сегодняшний день в регионе насчитывается больше 600 сел. Почти половину из них местные власти планируют включить в проект АУЛ Ельбесы Гэ. Это позволит повысить качество жизни на селе для тысяч акмолинцев. Азамат Казжанов, Анатолий Поляна из Акмолинской области, ЖТК. Азамат Казжанов, Анатолий Поляна